На что рассчитывает реваншист Кочарян? Народ в Армении сделал свой выбор, отказавшись от реваншистских идей Роберта Кочаряна. Ведь за 20 лет нахождением власти карабахских сепаратистов экономическое пространство Армении было прочно разделено между олигархами. 21 сентября Армения отмечала День независимости. Решение о праздновании принималось в напряженной обстановке, значительная часть армянской общественности осудила помпезное проведение праздника. Тем не менее руководство Армении решило отметить 30-летие независимости, потратив значительную часть бюджетных средств на красочное мероприятие в надежде отвлечь внимание граждан от политических новостей. Не обошлось без эксцессов. На площади Свобода в Ереване стартовало факельное шествие к военному пантеону Йоробур, инициированное родственниками армянских солдат погибших во Второй Карабахской войне. С поздравлением в адрес граждан и осуждением руководства республики выступили лидеры оппозиционных фракций парламента. Самым колоритным поздравлением стало послание экс-президента Армении, а ныне лидера одноименного оппозиционного блока Роберта Кочаряна, пожелавшего народу избавиться от власти, которая привела Армению к национальной катастрофе. Казалось бы, армянский народ уже сделал первый шаг в этом направлении, проголосовав против власти карабахских сепаратистов в июне этого года. Однако под властью пораженцев Кочарян подразумевал кабинет своего политического соперника, нынешнего премьера Никола Пашиняна. Как передает АЗ «Эйзи», об этом пишет Роберт Газарян специально для Вестника Кавказа. Поздравление Кочаряна имело ярко выраженный политический подтекст. Он внезапно обнаружил в себе талант мудрого государственника и предложил свое видение процветающей Армении. Рецепт Кочаряна состоит всего из трех компонентов — национальный подъем, национальное единство и оккупация территории Азербайджана. Последнее, по мнению Кочаряна, в последние 30 лет придавало Армении силу и геополитическую значимость. Пашинян же, приведший страну к поражению в войне, лишил Армению чувства гордости и части суверенитета. Это разделило республику на реваншистов и пораженцев, и нынешняя власть не может обеспечить национального единения. Объединить народ, как полагает Кочарян, может лишь карабахский клан, который якобы отождествляется в памяти народной с периодом стабильности и успеха. Кочарян откровенно лицемерит, поскольку национальное единение в период правления карабахских сепаратистов формировалось вокруг одной лишь карабахской идеи, а для строительства процветающего государства нужна сильная экономика. Экспорт готовых товаров должен превалировать над импортом. Сюда же добавим равноценную налоговую политику, эффективную бюрократию и прозрачную фискальную политику. Граждане должны вносить финансовые средства в бюджет пропорционально своим доходам, будучи уверены, что они распределятся эффективно, понятно и прозрачно. В случае социального дисбаланса бюрократический аппарат должен иметь понятный всем инструмент прямого или косвенного влияния на фискальную политику. Люди — самый ценный капитал, а их благосостояние является залогом здорового гражданского общества. Единство и национальный подъем, о которых говорит Кочарян, невозможно в странах, в которых отсутствует хотя бы один из вышеназванных пунктов. Но экс-президент ничего не говорит об общеизвестной формуле успешного государства, ограничиваясь примитивной националистической демагогией. За 20 лет нахождения у власти карабахских сепаратистов, экономическое пространство Армении было прочно разделено между олигархами, причем часть из них оказалась героями Первой Карабахской войны. Именно при Кочаряне в Армении утвердилось разделение общества на богатых и бедных, а средний класс так и не сформировался. При Кочаряне была заложена инертность всего политического истеблишмента Армении. Все это в итоге завершилось бархатной революцией. Теперь Кочаряну больше нечего сказать армянскому обывателю, в арсенале экс-президента остались лишь политический блеф и подмена понятий, а националистическая риторика не может скрыть сущность Кочаряна, ставшего в глазах большинства граждан Армении пережитком прошлого.